Фёдор Фёдорович Ушаков, величайший русский флотоводец, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, вошёл в историю как победоносный адмирал, не познавший ни единого поражения в 43 морских баталиях. По прошествии времени, за силу христианского духа, он был канонизирован Русской Православной Церковью. Я вас сердечно благодарю за то, что вы сегодня собрались в этом храме, чтобы почтить память этого великого человека, который созидал славу России, созидал славу российского флота. 24 февраля талантливому адмиралу родом из ныне Рыбинского района Ярославской области исполнилось 275 лет. В Десногорске в храме «Все скорбящих радость» памятную дату отметили участники общественной организации «Смоленское морское собрание». Это ветераны военно-морского флота. Мужчины – верные делу. Те, кто чтит и помнит историю и события своей родины. Сейчас наша задача – донести до нашей молодёжи все его праведные дела, его жизнеописание, так как он передал своим потопкам своё завещание. В мероприятие приняли участие и гости со школы-интерната посёлка Якимовичи. Молодые люди, для которых знакомство с историей России, возможно, поможет определиться и с будущей профессией. Когда-то выбор «Дело жизни» сделал и Борис Парфёнов. Сейчас капитан второго ранга увлекает профессией моряка и молодёжь Смоленщины. Молодёжь, в общем, тянется. И потом, когда мы проводим с ними лекции, они спрашивают, а как можно поступить в училище, что для этого надо. Ну вот мы ветераны рассказываем. Смоленщина подарила России более 100 адмиралов, более 500 офицеров высшего ранга. И на этом вклад области в обороноспособность страны точно не закончится. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!